Аналог американской грин-карты появится в Казахстане. Упрощенная виза от Ажулы облегчит этническим казахам процесс получения гражданства и вида на жительство. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по миграции Ильяс Испанов. А вот времена пребывающим в Казахстане иностранцам с миграционными вопросами должно помочь приложение Куттамекен. О том, когда намерены запустить проект, расскажет Даля Насипова. Практически с начала независимости государство старается привлечь в Казахстан хандасов, проживающих за рубежом. На разных этапах были разные условия для пребывающих на постоянное место жительства этнических казахов. За 30 лет больше всего переселенцев приехало из Узбекистана. Это 556 тысяч человек. На втором месте по цифрам Китай, затем идут Туркменистан и Монголия. В ближайшее время Минтруда намерена выпустить 101 специальных виз для этнических казахов. Виза, которая дает право получить вид на жительство, жить в Казахстане, получить все же права, как и казахстанцы, кроме участвовать на выборах. Они могут здесь создать предприятие, работать, привлекать иностранную рабочую силу. В сентябре после объявления в России частичной мобилизации в Казахстане наблюдается наплыв россиян. По словам представителя Минтруда, большинство прибывали в страну транзитом. Из приехавших в 837 тысяч человек 780 тысяч уже уехали. Всего же с начала года границу Казахстана пересекли около 3 миллионов россиян. На сегодняшний день по разным причинам в стране находится 298 тысяч примерно россиян. Из них 30 тысяч работают. Это в соответствии с договорами, зарегистрированные в Эйчар, электронной биржи труда. Есть около 20 тысяч студентов, которые обучаются в Казахстане. А также имеются люди, которые приезжают к нам и транзитом улетают. Для удобства иностранцев во второй половине 2023 года ведомство планирует запустить мобильное приложение Котомикен. Цифровая платформа позволит гражданам других стран быстро решать миграционные вопросы.